Здравствуйте! Большой приветик всем-всем! Это я, Оля, из Греции. Вы на моём канале Flower Therapy. Точная терапия. Сегодня 1 марта, начало весны. Ура! Я такая рада. Весна, всё, она уже тут. Хотя у нас она уже почти полмесяца была. Вот. Снимаю себя для вступления 28-го блога. Смотрите этот блог, пожалуйста, до конца. И увидимся в конце. Понедельник сегодня, 24-е. У нас замечательная погода. Наладилось, тепло. 17. У нас в данный момент обед. Смотрите, какое небо красивое. Я выехала по делам, ворачиваюсь и решила заснять чуть-чуть природу. Вот так вот. Травка зелёная. Была бы она у нас, конечно, и летом. Летом у нас всё выгорает и некрасиво как-то. Ой, какое небо. Можно смотреть часами. Красота. Миндаль зацвёл. Прелесть. Деревья страшненькие, но когда цветут красивые. Вот так вот. Поехала я. Вышла я с Заком на гулянку. Сегодня у нас вторник. Солнце, хорошая погода. И мы проходим возле этого дома, где кактусы. Помните, я вам показывала. Когда-то они выкинули какие-то. Они проросли. И я один раз пришла с мужем, и мы собрали. Сейчас мы с Заком проходим. Тут трава пока легла. Я заметила вот ещё один. И я его заберу. Он шевелится с места. Колюченький, правда. Но ничего. Видите? Вот такой. Вот такую штуку я заберу. У меня всегда есть с собой пакетики. Для того, если я что-то найду, чтобы у меня было его в чём унести. Видите? Корешки. Вот так вот он и сажается. Конечно же, я его заберу. Он мой. И обязательно кому-то подарю или обменяюсь. Хотя у меня такие есть. Никогда не помешают ещё. А вот я и дома после прогулки. И давайте посмотрим на этот кактус поближе. Какой он? Это верхушки, видимо, отрезали у кактуса и выкидывали. И вот они вот лёжа вот так вот. Он лежал и, видите, укоренился. Сколько он лежал, я не знаю там, где он был. И вот верхушка вытянулась и начала расти, конечно же, вверх. Куда она будет расти? Он совсем узенький. А должен быть вот такой широкенький. Ну, вот эта вот штучка, видите, она очень широкая. Его, скажем, низ, да, очень широкий. Ни в какой горшок не поместится. Я в тот раз, который я вот так вот брала, я их резала напополам, вот эти штучки. И вот в этой части сколько были корешки. Ну, вот, скажем, вот столечка до первых корешков. Вот так вот я их сажала. В землю посадила и в горшок. И кому дала, вот в таком состоянии дала. А сейчас, я думаю, вообще вот эту вот всю отрезать. Она ненужная. Вот так. И вот эту вот укоренить, эту верхушку. Но вот эту тоже не выкидывать. Она может дать, на месте среза может дать ещё. Как маточное растение пусть будет. И если у неё и будут силы, пусть даёт. Нет, так нет. Вот это вот я сделаю. Это делается очень легко. Просто берём нож и режем. Видите, вот. Вот так вот он легко режется. Как горчик, видите. Ничего с ним. Тут он был в земле, вот такой вот стал. А он хороший, он хороший. Куда-нибудь я его в землю пристрою. Не глубоко. Вот так над землёй, как он и есть, как он и был. Будет, может, давать. Этот будем укоренять. Сейчас ему надо будет несколько дней. Недельку. Ну, сейчас солнце может даже быстрее. Может, недельки две. Вот тут, прям вот на этом моём столике. В рабочем месте дождей не будет вроде. Пусть подсыхает. Вот так. Ещё у меня вот такие вот хризантемы мне подарила. Анджелика. Анджелика мне посылала посылку. Тут с Греции. Место называется Патра. И она приехала на выставку. Была со мной на выставке. Греческого клуба кактусоводов. И привезла мне вот такие вот два стаканчика с хризантемой. Это хризантема белая. Насколько знаю, такие крупные головки. Очень-очень высокая. И это хризантема с России. И привезли родственники. Вот. Большое ей спасибо. Я их не показала в том видео, где я показала, что я привезла с выставки. И забыла. Потому что они у меня на улице. Я их оставила на улице. Потому что... Смотрите, вот. Тля на нём была. Я заметила, оставила на улице и забыла. Так что вот они. Вот эти вот от Анджелики. И ещё я на той неделе была даже в гостях. У знакомых. И у них рос бадан в горшке. Вот. Запомнила я название. Смотрю. Ну, вижу я в передачах на Ютьюбе растение. И запомнила название. Вот греческое его название не знаю. Мне кажется, и греки сами не знают, как оно называется. Ну, это не проблема. Узнаем. И вот видите, какие вот старые, да, веточки. Посмотрите. Тут с корешком я вытянула с горшка. Очень старый. Раз он стал вот такой вот уже древесмевший, вот такой вот, значит, ему много лет. Вот. Я сейчас не знаю даже сажать его, как есть. Он у меня пока стоял в земле, прикопал. А сейчас думаю, что с ним делать. Посадить как есть. Или обрезать ему верхушку и укоренить. Даже не знаю. Или просто эту углубить, вот эту вот маленькую отсадить отдельно. Ну, что-то сделаю. Знаете, я вижу в садах, вот именно в русских передачах, может, украинских блогеров, вижу в садах вот такие вот растения в земле, среди садовых растений. Мне понравилось. У нас тут их сажают в горшки. В земле они у кого не видела, честно. А вот хочу попробовать. Пока я даже не знаю, какое место будет лучше. Но хочу. Может, даже пока будет в горшке, посажу. А потом уже посмотрим. Перейдет и в землю. Ну, вот. Я показала кое-что. Тут у меня укореняются. Не то, что укореняются. Я подсрегла розы. И пока вот тут вот веточки. Но надо уже в землю. Надо уже в землю. Они уже вон пустили. Как его почки распускают. Листики. И срочно-срочно надо сажать. А делов много. Ну, вот и принимаюсь. Сажу я по саду. И не заметила. Потому что закрывает листик. У меня, кажется, камелия расцвела. Одним цветочком. Ну, я уже думала, ничего не откроется. Ой, зацепилась за розу. Так, все. Смотрите, какие листики страшные. Когда он придет в себя. Раскрылся один цветочек. Не крупный. Но он есть. Молодец, моя камелия. Все-таки оно у меня в горшке на балконе росло лучше и цвело. Тут ему, может, не хватает света. Тут у нас утром несколько часов всего солнце. Но ему тут зато будет лучше летом выживать. Нет. Бутоны собираются. Просто не будет, наверное, все вместе. Вот так вот по отдельности. Да, да. Бутоны есть. Видите, его набухают. Вот. Вот тоже. Должны. Может, с опозданием там вот сзади. Нет, нет. Бутонов довольно-то хорошо. Ну, надеюсь. Надеюсь. Увидим еще. Ой, наконец-таки. Молодец. Приятно. Приятно. Давай, приживайся, моя хорошая камелия. Это подарок моего мужа. Я его очень люблю. Вот. Надеюсь, приживется и будет тут радовать каждый год своими цветами. Я ожидаю от него, чтобы оно стало тут крупное, красивое, зеленое. Посмотрим. Много-то я чего хочу. А будет. Может, и будет. Ой, какая я рада. Зацвели у меня вот тут ромашки. Красивые какие они. Такие нежные. Сердцевина такая темно-темно-фиолетовая. Красавица. Самое живучее растение. Цветочек, ромашка вот эта вот. Выживает в любых условиях. И сама сейцей выращивает. Да, и черенками. Давайте посмотрим эту клумбочку чуть-чуть. Тут очень много травы уже наросло. Не в самой клумбе, а вот за клумбой. Ну, буду чистить. Тоже вот растут агавы. Каланхой хорошо растет. Смотрите, какие крупные, плотные листья. Красавица такой позеленее. Вот такой хороший. Ценфолнистый. Это может даже быть и котелидон, а не... Скорее всего, да, он котелидон, а не каланхой. А вот. Цветочки котелидона. Так, 26-е у нас. И сегодня мы узнали такую вот неприятную новость в Греции. Передало телевидение, что коронавирус, как его по-русски коронавирус, появился и в Греции. В городе Салоники. 38-летняя женщина. Вот. И, признаюсь, страшно стало. Страшно, как-то грустно. Не знаю даже, как объяснить это состояние. Была женщина в Италии вроде. И приехал оттуда вот с этим вирусом. И теперь начнут паниковать люди, как обычно это происходит. И не знаю, как это всё, что тут будет происходить. Страшно. Всем страшно. Что говорить? Кто хочет болеть, кто хочет терять людей, никто не хочет. Цветёт и седум вот этот вот. Вижу во дворах у людей, у многих такой есть. Цветёт вовсю. У меня его мало, я его не размножаю. Не очень-то люблю я его. Так, сейчас я поднимусь на камень и засниму вот этот. Так, не светло у нас, не светло. Сегодня вообще фактически должно было быть очень солнечно, тепло. Тепло у нас. Да. Но не солнечно. Какой-то день непонятный. Ой. Ну, прям вот плохо-плохо. вот так. Как-то так у нас просыпается, всё просыпается. Видите? Хорошо. Лишь бы не болели, лишь бы не слышали такие плохие новости. Что происходит с этим вирусом? Ой-ой-ой. Вот так. Ну, ладно, не буду о грустном. Моя передача не об этом. Передача. Мой канал, мои видео. Что я говорю уже? Не знаю, что я говорю. Ой, и вот этот красивый. Какой ты твёрденький, как розочка, красавица. Так вот. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня 27-е, четверг. У нас тепло, но ужасный ветер. Ужасный. Его слышно, вон, видно, как льёнки тут. Всё, шумит. Я зашла в беседку и обнаружила, что вот в этом месте вот тут вот висела у меня седу. И он упал. Вот туда, вот так вот прямо он летел и сел вот сюда на эти растения. Видите, вот тут сломанный листик, там его вон все эти, скажем, бусинки. И обломался. Что целое, вот видите, перед собой, перед камерой. А что сломано, вот тут я пока вот так вот положила. Смотрите, эти вот ветки были оголены. Буквально несколько дней назад я смотрела на него и думала. Ветки оголились, надо будет их обрезать и опять вот эти вот укоренить. И думала, как это сделать, когда это сделать, скоро, не скоро, еще точно не решила для себя, думала. Вот. И он упал. Он упал, он не выдержал тяжесть. Видите, вот эти вот штучки. А вот тут у горшка, вот этот вот, как его язычок, как его сказать, вот тут внаружи, очень-очень такой маленький. Я даже удивляюсь, сколько, столько времени, как он продержался. Так что, надо будет новый горшочек. Это неплохо, в принципе, пересадка нужна, хотя он у меня недолго в этом горшке. Он у меня был в другом, я пересаживала, когда сюда переехала. Кажется, его пересадила, да, год назад. И нелегко пересаживать, в принципе, такие, потому что они хрупкие, ломаются. Ну, посмотрим. Может, даже я его не пересажу пока, может, просто я ему сделаю другую подвеску и все. Или же пересадить уже и, потому что малышей много, потом они будут нарастать, пока они маленькие. Все-таки лучше пересадить, наверное, сейчас, а потом надолго забыть на несколько лет. Да, да, вот так вот лучше. Посмотрим, посмотрим, что буду делать. Вот эти вот, не знаю, вот тот же горшок отдельно. Посмотрим, еще есть время подумать, их много. В принципе, с них можно сделать другой горшочек. Пусть будет и второй, не помешает, да? Тем более, он мне так очень нравится. Люблю я его. Хотя можно было вот такие вот кусочки вот сюда вот так повтыкать, да? Но как-то они уже не туда и не сюда. Нет, я этого не сделаю. Нет. Будут, наверное, отдельно. Вот такое вот у меня произошло. вот этот мой хорошенький Сенессио. Смотрите, растут у него новые побеги везде. Так, и у него цветочек. Такой запах тут стоит от него. Один цветочек и такой запах. Я представляю, если было бы несколько вот в таком закрытом помещении. Такой запах. Так, давайте посмотрим. вот так вот, смотрите. Видите, какой он красивенький. Цветочек напоминает гвоздику. Ну, похоже, да, строение такое вот на гвоздичку. Еще, может, не полностью раскрытый. И запах что-то напоминает гвоздику. Вот мне так напомнил запах. Ни с каким другим цветочком не могу сравнить. Видите, у него там маленькие-маленькие цветочки в букетике. Видите, такие вот язычки. Ну, такой цветочек интересный, мелкий, но прекрасный. Есть синесси еще с другими цветочками. Ну, другим цветом цветочка. Такие вот, знаете, как называть, не оранжевые, а такие арбузные, арбузный цвет, вот, или коралловые, что-то такое. Запашок приятный. Только вблизи не надо нюхать. Я так нагнулась, чуть-чуть нюхнула, и головокружение сразу. Так, ну, все. Наверное, я сделаю отдельный ролик и покажу, что у меня собирается цвести, потому что уже много чего собирается, и не буду я это показывать во влогах, наверное, или по чуть-чуть в каждом влоге, может. Даже не знаю, подумаю, подумаю. Время есть. Смотрите, какие красавицы. Купила, чтобы посадить и видеть их на балконе, а я все никак. То у нас дожди, то у нас ветра, то у меня время нету. В общем, отмазок много. Да, тут и белые в каком-то два цвета попались. Красавица люблю. Ну, вот так вот авария. А так все хорошо. Суббота сегодня, 29-е. Уже вечер, и я решила испечь пирог. сегодня день сложненький, потому что таким днем, 29 февраля 2008 года, моей маме не стало. И вообще, месяц февраль стал для меня плохим месяцем, месяцем воспоминаний нехороших. и особенно эти последние дни неприятные. Хотя прошло уже 11 лет, но все-таки больно, все-таки неприятно. Кто теряли близких, особенно мам понимает меня. Так, ну, я решила сделать пирог. Этот пирог мамин любимый яблочный пирог. и его любит и мой папа. И мы завтра поедем к папе в гости. И я решила сделать. Были яблоки старые, и вот как раз таки сделала. Сейчас он еще сырой. Положу его, не положу, сейчас его в духовку жарится. Насколько там минут, не помню, записано. Испекаться не жарится. Вот. И покажу уже готовым. Так. Одно письмо. Конверт там внутри на кокрусную тему. И вот такой вот новогодний, красивый. Нравятся мне такие конверты с мышкой. Символ этого года. И что у нас тут? марки меня покорили, мое сердце. Красивые очень храмы. Какие? Екатеринбург, Омск, Омск. Смотрите, какие красивые. Когда существуют такие красивые храмы, конечно, будут и на марках красиво смотреться. Вот так вот. Очень красиво. Очень. Ну, я больше отправила на этой неделе, чем получила. Так что жду-жду. Не дождусь. Обыватка мне летят очень долго с России. По полтора месяцу. Как я еще раз говорила, как будто с другой планеты. Ну, все. Мой пирог готов. Испекался он почти час. и у меня есть такая маленькая история. Мы тут в Греции, где мы жили, где мы снимали первую квартиру, а мы тут поменяли очень много квартир, потому что обычно они дорожали. Ну, несколько дней был, не дней, а несколько лет был контракт там на такую-то цену, да, а потом дорожали. Вот мы меняли квартиру, до как перейти в свой дом, значит, поменяли 4 квартиры. Вот. И вот в первой квартире, где мы жили, там были очень много, ну, не очень, несколько семей греков тоже из Казахстана. И вот маму научила одна пожилая женщина. Этот пирог она знала, эта женщина с молодости его делала. Так что это не греческий, тутошний греческий, скажем, рецепт, а с Казахстана, с СССР. Вот. И он такой, как печенька, я даже не знаю, как правильное название сказать. Видно? Не видно. В общем, внизу у него один слой, потом идёт яблоки натертые перемешку, как его с сахаром. И вот сверху второй слой. Когда кто нам научил его делать, не знали ещё тогда, видимо, что можно вот это вот, как его натирать на тёрке его тесто. Потом, конечно, я, потом даже, вот, скажем, маме уже не было, когда я это увидела, где-то, или кто-то мне сказал, что можно натирать на тёрке намного легче. Мы это всё крошили вот так вот руками. Ну, ладно, нижнюю часть как-то и верхнюю, вот, самую верхнюю часть надо было красиво делать такие вот кругляшки. Конечно, она была красивее намного, эти кругляшки были разного такого размера, мы их прям крутили в руке, не всегда получались кругляшки. И был намного красивый, такой кудрявый, мама его называла. Название мы не знали, может, у него есть название, пишите мне. но он такой этот не бисквитный, в общем, такой песочный, как его назвать. Очень простой, там надо взбивать в миксере этот яички, там сахаром, там это то. я его упростила намного, все как делала, только не сбиваю в миксере, а все это венчиком рукой перемешиваю и все, не надо ничего марать лишний раз, столько всего быстрее и легче, там две посудины, там одно для яблок, где натираю, другом, где делаю этот замес и все. Вот такой вот, ну, вот так вот два слова рассказала про него, наверное, все вы знаете этот пирог. А я вам тут рассказываю, вот что я делаю. Ну, он просто, мы его делаем много лет, ну, уже, наверное, почти 20, нет, больше 20 лет даже. Я его не очень люблю, но я его пеку для моего мужа, я не люблю все, что с яблоками, вот почти не ем. Пеку для мужа обязательно и папу угощаю, пока мама была живая, она делала со снохой, вот они делали. И я очень редко его тоже готовлю. сегодня такой особенный день и я приготовила. Если кто-то хочет, могу дать рецепт. я думаю, вы все знаете рецепт этого. Он довольно популярный такой. Может, даже уже его и не делают, он уже, может, устаревший даже. Так, сейчас отключусь, покажу его в разрезе, какой он. Ну, вот. вот такой. Если его сделать поменьше, мама делала его чуть-чуть меньше был, этот посудина, он получался выше. Вот. Давайте посмотрим. Вот такой вот он. Он красивенький. И он красивенький для гостей. Красиво подать, но он сыпется, он сыпется, когда кушаешь. И вот когда вот именно делали мы вот эти вот, как сказать, кругляшочки вот наверх делали рукой, да, вот сыпали, они не склеивались друг к другу. И когда кушать надо было, вот кушали, они сыпались очень. А вот эти, которые на терке, они как-то продолговатые, они склеиваются, и он не так сыпется, когда его кушаешь. Вот в чем еще разница. Знаете, что я еще сделала? У меня оставались два банана, уже такие мягкие, почерневшие. Я еще нарезала туда бананы, в, как сказать, в яблоки, что-то у меня ничего не выходит, я все путаюсь. Сюда надо было 4 яблока, у меня было 3, я добавила еще 2 банана, и вот прям получилось то. И мне кажется, сейчас вкус банана есть, присутствует, и мне будет приятнее кушать. И возьму себе на заметку, если понравится, даже, сейчас даже я возьму при вас попробую, хотя он может быть и горячий даже, но попробую. Может, даже он и вкусней. Так, только не падай, сейчас не сыпься. яблоко. вкусный банан чувствуется. Все, все, я теперь буду так делать, что приятнее мне было его кушать. Можно добавлять банан, и не чувствуется так сильно яблоко. О, какую я находку себе сделала. А знаете, больше всего я люблю что? Вот на этой картинке сейчас, что перед вами. Одни может обратят внимание на пирог, а я люблю эту тарелочку. У меня такие две, такая вот цветочная ботаническая тема. Как я люблю вот такие прекрасные тарелочки. Мне в ней приятнее кушать, чем в тарелочке без рисунка. На что мой муж удивляется, почему я всегда выбираю все вот такое вот красивое цветочную тему. приятнее кушать. Вот так. Так что вот сегодня как-то я не знала, что буду готовить. Раз быстренько придумала. Легкий рецепт. Зачем взбивать в миксере, когда это все получается вручную и быстрее. Если в миксер ручной, конечно, да, это будет быстро. У меня не ручной, а целый, знаете, такая вот штуковина, там крышка, там это все, вот это венчик внутрь, это все так потом надо мыть. И уже это надоело. Постоянно много посуды, да еще и ой, вкусно, банан очень подходит, очень. Может, кому-то покажется, что не подходит, очень подходит вкус. Но кому нравятся яблоки и вкус яблока, да, банан не добавляйте. Он перебивает вкус яблока. Вот какой молодец оказался. Ну все. Вот так вот увидит видео одна моя родственница и обрадуется. Она меня просит показывать, снимать видеоролики про какую-то еду, какие-то закуски, какую-то вкуснятина. говорит, что я это могу делать. И очень было бы интересно моим зрителям это смотреть. Но я не умею это снимать и, честно говоря, не люблю. Хотя я готовлю. Готовлю немало. Когда готовлю, я это делаю, стараюсь сделать это с удовольствием, чтобы еда получилась вкусная. Но я не любитель готовки. А хотя готовлю, вот удивляются люди, да, такое тоже бывает. Ну, всё. Я с вами прощаюсь. Поздно надо спать. Сегодня воскресенье, первое марта. И мы приехали в горы собирать землю, красную землю. А для чего эта земля? Для кактусов. Вот. Сейчас я вам покажу. Смотрите, что тут, как называют вот эти вертушки. Так хорошо, прелесть. Тут и камни есть красивые. камни заберем. И красная земля. Сейчас я вам покажу, какая она хорошая. Самая подходящая для кактусов. Ну, смесь. Смотрите, такая красивая, какая хорошая. Она такая рыхлая. Мы уже не первый раз собираем. Очень хорошо растениям нравится эта земля, особенно кактусам. Так, и я видела, тут есть эфорбии. Сейчас я покажу. Тут и мусор. Вот эфорбии. А такие вот у нас эфорбии растут в горах. Видите? Они собираются цвести. Когда-то я брала росточек, сажала, но не принялся. Не подходящее время года взяла. Или они не живут в домашних условиях. Вот такие вот хорошенькие. Их тут много. И вот такие вот красивые камни. Я вам показывала. У меня есть такие камни дырявчатые красивые. Вот они. с этих мест они. Можно взять. Никто в принципе не скажет. Даже если увидит. Я думаю. Много их тут. Ну вот так показала я. Я еще в горах и заметила цветочки. Какие они красивые. Лестик напоминает как его пеларгонию. Но это навряд ли. Какие они красивые. Ромашки сиреневые. их их много. Тут целая полянка. Есть и вон белые. Есть и беленькие. Есть и темно-синые. Есть и фиолетовые. Тут их много-много. Вон они. Красота. весна весна ура. Все. На этом конец. Я надеюсь вам понравилось. Было что-то интересное для вас увидеть. Услышать. Поправляйте меня если что-то не так. Подсказывайте мне. И не забывайте ставить лайки. Всем всего хорошего. Большое спасибо. И я с вами прощаюсь. До свидания.